всем привет дорогие друзья я рада приветствовать вас на своем канале как приятно видеть вашу обратную связь сколько комментариев вы пишете от души и от сердца очень приятные все читать но под прошлыми видео есть и некоторые вопросы у некоторых не получилось сделать выкройку футболки на большой размер сегодня мы это исправим на самом деле и по той конструкции можно построить футболку на большой размер но сегодня специально для тех у кого не получилось я покажу вам все от и до новая базовая конструкция вместе с рукавом в одном видео мне написала наша ученица татьяна с обхватом груди 108 и сказала что у нее не получается построить эту конструкцию и вот на ее примере хочу вам показать как это сделать потому что многие писали о том что обхват груди 110 и не получается обхват груди 108 и не получается девочки у вас все получается просто вы чуть-чуть не доглядели давайте начнем обхват груди у татьяны 108 к этому обхвату груди мы прибавим 4 сантиметра на свободу и будем работать именно с этой величиной получается 112 четверть от 112 давайте посмотрим дальше проверочные мерки я у нее спросила какая у нее ширина спины помните если мы откладываем квадрат 20 на 20 но если у вас ширина спины больше или меньше то вы должны все-таки снять эту мерку и вот удивительно но она сняла мерку и у нее ширина спины 38 поэтому мы все равно будем работать квадратом 20 на 20 но как проверочная мерка мы должны были это узнать ширина спины от плеча до плеча 38 и так как мы сразу же будем работать здесь и конструировать рукав я еще спросила у нее контрольную мерку ширина обхват руки в самом широком месте вот этот обхват руки потому что ну вот эта мерка бывает у всех разное и все-таки для большого размера есть немножко здесь отличие давайте запишем обхват руки у нее тоже 38 конструирование мы начинаем заново не будем ссылаться на прошлое видео чтобы вы в одном видео получили всю информацию строим квадрат со сторонами 20 на 20 верхняя у нас точка 0 здесь у нас . 20 эта точка у нас будет 20 штрих и верхняя у нас . будет 2 штриха 22 штриха вот вроде бы все как обычно и ничего нового да смотрите если мы говорим о большом размере тогда здесь нам нужно помнить о том что если большой размер но большой условно большой до от 50 и выше на самом деле по этой выкройке можно построить футболку любого размера точно так же как и ту от точки 0 откладываем вправо 8 сантиметров это у нас будет ширина горловины смотрите если у вас прям вот большой размер или вы хотите вот попросторнее футболку вот в этом месте в горловине то можете взять восемь с половиной девять сантиметров максимум вот эту величину она дальше не сильно повлияет ее потом можно будет срезать условно на все размеры 8 сантиметров ширина горловины и теперь начинаются отличия мы берем высоту горловины 3 сантиметра но откладываем ее не внутрь чертежа как при маленьком размере а наружу откладываем вверх чертежа высоту горловины 3 сантиметра чаще всего эта величина не меняется и красиво обрисовываем росток линию горловины спинки то есть уже у нас отличия пошли потому что мы вышли за чертеж за квадрат 20 на 20 от точки 22 штриха откладываем вниз один сантиметр точку 1 ставим вот она у нас . 1 соединяем точку 3 и точку 1 и продлеваем а немножко это знаете насколько если быть точнее соединяем точку 3 точку 1 и продлеваем на 4 сантиметра это очень важно на самом деле в том чертеже у нас тоже спуск плеча 4 сантиметра ставим точку 4 и вот здесь вся соль на самом деле что вот вот такой аккуратный спуск плеча этот спуск плеча вы можете делать длиннее он у вас длиннее получается если вы откладываете здесь ширину по груди но тогда меняется линия проймы здесь все-таки пройма получается похожая на пройму и рукав похожий на рукав не как на квадрат мы работаем с цифрой 112 в четверти это будет 28 сантиметров то есть откладываем от точки 20 по горизонтали 28 сантиметров вот эта ширина по груди здесь уже заложена свобода 4 сантиметра ставим точку 28 и проводим вертикаль вниз в этом случае вертикаль вверх нам не понадобится потому что мы будем работать с крайней точкой плеча вот здесь 4 если вы продлите эту линию до вот если бы здесь у нас был пунктир то у вас был бы вот такой спуск плеча вот вот до сюда это было бы уже не 4 например а 8 сантиметров но здесь есть один нюанс на который стоит обратить внимание чем ниже вы спускаете вот эту линию тем уже пройма у вас становится а если мы говорим о том что женщина красивая объем груди 108 красоты много объем груди 110 то там и ручка тоже не маленькая может быть тогда нужно будет углублять пройму для того чтобы все вместилось объем руки вместился чтобы пройма не было сильно маленькая чтобы пройма была комфортная потому что все таки мы делаем футболку из трикотажа для того чтобы она была комфортная точку 4 мы взяли для того чтобы начертить красивую линию проймы чтобы она была похожа на пройму все таки в таком случае пройма не будет строиться также как пройма для маленького размера чертеж для маленького размера в этом случае не подходит потому что здесь уже нужно будет вот так на глаз фактически чертить пройму на что сейчас хочу обратить ваше внимание вот мы спустили 4 сантиметра спуск плеча все равно для комфорта мы должны углубить пройму на 2 на 3 сантиметра то есть от точки 28 мы опускаем вниз на 2 3 сантиметра сейчас когда мы будем строить рукав мы еще эту величину проверим давайте вот здесь поставим точку 2 то есть ориентироваться когда мы будем строить пройму сейчас мы будем не на точку 28 а вот на вот эту точку 2 смотрите возвращаемся к точке 4 обязательно прямой угол от нее строим но не обязательно доводить его до вот этой линии до вертикали 20 потому что мы все равно не будем мы не строить пройму вот прям вот сюда не нужно это будет некрасиво и неудобно у нас есть теперь ориентир . 4 . 2 вот здесь внизу сейчас нужно вывести красивую линию красивую линию проймы можно много говорить о том что взять вот здесь вот бисектрису отложить на ней три с половиной сантиметра взять это за ориентир но все это будет не то в любом другом случае уже вот эти три с половиной сантиметра или три не будут играть никакой роли потому что у вас будет своя красивая линия вот прежде всего мне хочется чтобы вы научились понимать не просто от точки к точке строить что-то а чтобы умели думать как она будет выглядеть умели видеть эту красоту линии это очень важно потому что многие застопорились только на том что у них прямой угол от вот этой точки не сходится с вертикалью 20 он и не должен сходиться он и не будет сходиться самое главное здесь вот этот прямой угол потому что он будет стыковаться с плечом полочки сейчас мы просто на глаз рисуем красивую пройму у нас есть . 2 . 4 немножко кусочек вот этой вот прямой и здесь до вертикали 20 я бы не доходила сантиметра полтора два вот как она красиво ложится вот я заранее ничего не чертила вот приблизительно вот так она должна выглядеть видите мы даже не сходимся вот с этой линией с вертикалью 20 но все же это вертикаль нам нужно потому что мы будем ориентироваться на контрольные точки примерно сантиметров 45 от точки 20 штрих вверх у нас должен быть ориентир я отложила 4 сантиметра от точки 20 штрих вверх поставлю здесь точку 4 и вот здесь у меня будет такая пунктирная линия к линии проймы вот эта точка она у нас контрольная точка п вы помните п пройма от точки 4 до точки п у меня два сантиметра вот они два сантиметра для того чтобы сделать из спинки полочку нужно при желании опять же углубить пройму и сделать из нее пройму полочки сама конструкция не изменится вот у вас будет вот такая пройма полочки и многие спрашивали про баланс я уже неоднократно отвечала если вы сомневаетесь если у вас большой объем спереди и при этом не сутуловатая спина вы можете поднять вот эту высоту высоту полочки вы можете поднять на сантиметра полтора это уже много полтора сантиметра горловину полочки поднимаете на полтора сантиметра только если сомневаетесь вот фломастер и красный уже плохо пишет и уводите ее вот здесь вот сюда на нет концу плеча она должна уже сходить на нет и еще одно отличие полочки от спинки это вырез горловины от точки 0 откладываем 9 сантиметров и проводим вот сюда круглую линию все все больше ничего вот объем по груди вы прекрасно влезаете у вас красивая линия проймы спущенная плечика на 4 сантиметра при надобности баланс все же когда вы сделаете эту конструкцию прибавьте баланс если вы сомневаетесь но сметайте без баланса посмотрите разницу я не настаиваю бывает что он нужен бывает что не нужен поэтому и такой и такой вариант возможен я бы закончила это видео но хочу сразу в этом же видео дать вам рукав построение рукава мы начинаем с того что продлеваем линию от точки 3 через точку 1 и точку 4 просто продлеваем линию ничего не сделали продлеваем ее на желаемую длину рукава вот сейчас важный момент который будет проверкой нашей проймы вы помните что например у татьяны обхват руки 38 сантиметров мы даем по сантиметру прибавку значит работаем с цифрой 40 обхват руки в самом широком месте 38 плюс 2 40 сантиметров нам нужно провести перпендикуляр от точки 20 вниз если мы говорим о коротком рукаве то тогда вот как раз сейчас и нам пригодится вот эти 20 сантиметров которые половина обхвата рукава плюс прибавка вот они наши 20 но здесь важный момент проверка проймы чтобы все-таки рука объемная рука или средняя рука чтобы просто рука влезла в пройму смотрите угольником ведем вот запомнили зафиксировали на угольнике цифру 20 ведем ее ведем угольник по вот этой линии и как только она касается ширины нашего чертежа вот это от точки 28 ставим здесь точку это наша контрольная точка контрольная точка ширины проймы и ширины рукава соединяем точку 20 с этой контрольной точкой видите как низко она опустилась относительно основной нашей проймы здесь у нас будет крайняя точка рукава и вот сейчас есть возможность увидеть насколько нужно было опускать вот от точке 28 сюда вниз на 2 или на 3 вот сейчас например я вижу что все-таки можно опустить еще на 1 сантиметр на на 3 и провести вот эту окончательную линию проймы спинки вот сюда в точку 3 я надеюсь всем понятно как мы оказались здесь вот ниже на вот этом участке теперь самое красивое место в рукаве это окат мы должны его также нарисовать красиво пожалуйста включайте все свои художественные способности для того чтобы вам было проще опять мы используем контрольную точку пр это горизонталь от точки п вправо вот так пунктиром я ее нарисую она может быть два два с половиной три сантиметра вот в нашем случае вот примерно три сантиметра сейчас посмотрим куда она у нас придет точка r от точки 4 вверх откладываем 05 это у нас вершина рукава от точки 05 от вершины рукава ведем красивую линию смотрите ведем красивую линию от точки 05 через точку r и вот сюда вот к этой точке финальной красивую линию оката рукава вы помните рукав в этом случае он все таки похож на рукав вот это место не должно быть зеркальным отображением оно должно быть похоже на такой листочек склоненный вот красивенько красивенько вот получилось от точки п до точки r 3 сантиметра и вот здесь 05 уже по чертежу видно что футболочка сядет хорошо красиво что вот этого излишка не будет лишнего вот вот благодаря тому что мы вот эту часть ткани убрали не будет такого мешка подмышкой но помните помните мои дорогие это футболка это не изделие с выточкой это не базовая основа это футболка поэтому работаем с этой конструкцией с эластичными тканями не требуем от этой выкройки чтобы она прямо идеальное прилегание вам давала это комфортная удобная футболка с быстрым построением из которой можно сделать множество вариантов конструкции другой платьев использовать рукав длинные короткие какое угодно включаем мозг все ну красиво рукав я даже не хочу ничего поправлять если вы углубляете вот здесь если вы углубляете пройму для проймы полочки потому что я в своей конструкции не углубляла и вы на следующих занятиях увидите как мы краем эту футболку как мы ее шьем у вас будет полностью закрытый процесс от начала до конца вы увидели как кроить эту футболку на маленький размер на размер покрупнее где дамы более красивые и вы увидите как ее как быстро кроить и как ее быстро шить если вы углубляли пройму полочки тогда вот здесь в рукаве вы тоже должны внести небольшое изменение сделать небольшую небольшое углубление здесь вы помните что вот эта линия линия сгиба на следующем уроке мы будем с вами эту футболку кроить вы все увидите как она происходит я надеюсь эта конструкция была вам понятна ее можно использовать и для маленького размера и для большого пожалуйста в нашем телеграм-канале делитесь своими выкриками делитесь своими результатами как у вас получилось там очень большое сообщество поэтому присоединяйтесь в следующем видео я покажу вам как кроить эту и предыдущую футболку как ее быстро сшить оставайтесь с нами на канале шьем сырейшей до скорых встреч иди ко мне иди 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 вот сюда сядь как раз в том месте где мы сейчас будем работать ты чё кусаешься ты чё я тебя пустила на стол а ты кусаешься а